Старт общим списком на рижских выборах даст партии для развития Латвии и объединению регионов больше шансов на преодоление 5-процентного барьера, уверена политолог Ивета Кажука. По её мнению, выборы в самоуправлении станут проверкой тандема перед выборами в парламент в октябре 2018 года. На данный момент мне кажется, что это довольно сильный состав, чтобы побороться за место в Рижской думе, что вряд ли получилось бы каждой из этих двух партий в отдельности. По сравнению с зелёными крестьянами, мне кажется, Бондарс намного более яркий, как политик, но, с другой стороны, люди к нему относятся довольно полярно. Напомним, выборы в самоуправлении пройдут в Латвии 3 июня. Своих кандидатов на пост мэра Риги выдвинули уже все крупнейшие партии. Партия Согласия и честь служить Риге хотят, чтобы свой пост сохранил нынешний глава самоуправления Нил Ушаков. От единства за столицу поборется депутат Сейма Вилны Стирсис. Союз зелёных крестьян выдвигает на этот пост депутата Сейма Арманса Краузе, кандидат от национального объединения экс-министра юстиции Байба Брока. Лидер списка от сердца Латвии – предприниматель Диана Новицка. У новой консервативной партии два лидера. Экс-министр юстиции Янис Борденс и бывший сотрудник КНАП Юрис Юрош. И наконец сегодня тандем для развития Латвии и объединения регионов выдвинули в мэре Риги Мартинша Бондерса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова